Смерти Михаила Лесина Это очень странная ситуация, когда через полгода только появляются данные о том, что это была насильственная смерть. Сначала кто-то дал информацию об инпартии. То есть первичная информация была фальсифицирована правоохранительными органами США. Поэтому первая версия, естественная, смерть связана с сотрудничеством Михаила Лесина с американскими спецслужбами. Вторая версия, столь же естественная, то, что Михаила Лесина не сотрудничал, а принуждался к сотрудничеству с американскими спецслужбами. Третья версия связана с тем, что оперик отизвестен как отцеллен для места речи гомосексуалистов. Поэтому не кайферское упражнение в гомосексуальном сообществе, в котором насилие весьма распространено. Это могло быть связано с какими-то вот этими вот этими вещами. Ну и четвертая версия, которая всегда имеет правоохранительное, когда речь идет о богатом человеке, это криминал, связанный с деньгами. Эксперт указывает, что Лесин одно время был близок Путину в принятии ключевых решений. А американцы считают Путина очень важным своим врагом. Эксперт уверен, все версии смерти это все слишком хитроумно. И американцы знали о насильственности смерти Лесина еще полгода назад. Но зачем такие заморочки? То, что он здесь, это как-то слишком хитроумно, я бы сказал. Мне кажется, что Росонаприс был агентом трех разведок. Американский точно, российский точно и еще какой-нибудь. Абсолютно непонятно. Если все это дело было с улицерной американской обслуживания, то почему-то эта история вышла сейчас на росту. Возможно, в 17 мг. весны там идет борьба между различными группировками. Но, так или иначе, я думаю, это связано с борьбой различных американских ведомств за различную стратегию свержения Владимира Путина. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова